богат и разнообразен мир кристаллов и почти всем природным кристаллам присуща одна характерная черта анизотропия физических свойств в частности оптическая анизотропия одно из наиболее ярких проявлений оптической анизотропии раздвоение световых лучей в кристалле именно поэтому рассматривая через кристалл предметы мы видим двойное изображение исключение составляет лишь кристаллы кубической симметрии например кристаллы поваренной соли раздвоение изображения в кристалле исландского шпата впервые было обнаружено в 1669 году датским физиком бартолини и названо двойным лучепреломлением между источником света и экраном поместим кристалл исландского шпата при определенной ориентации кристалла луч света раздваивается в другом положении кристалла раздвоения нет а так снова два луча хорошо видны лучи в сосуде с мутной водой при вращении кристалла один из лучей остается на месте а другой вращается вокруг него неподвижный луч называют обыкновенным вращающийся необыкновенным а поставим на пути лучей поляроид который как известно пропускает свет только одной поляризации при повороте поляроида происходит постепенное увеличение интенсивности одного луча и уменьшение интенсивности второго если угол поворота 90 градусов один из лучей полностью гасится это означает что свет в обоих лучах поляризован во взаимно перпендикулярных плоскостях согласно теории максвелла свет можно изобразить как бегущую в пространстве электромагнитную волну векторы напряженности электрического и магнитного полей перпендикулярны к направлению распространения волны фотохимическое действие света зависит только от вектора электрической напряженности если смотреть в направлении движения луча синусоида вырождается в прямую амплитудных значений вектора напряженности это образ плоско поляризованной волны луч естественного света состоит из огромного количества волн случайно ориентированных в пространстве и сдвинутых по фазе складывая эти волны получим две волны с ортогональной поляризации их условно изображают соответственно векторами и точками мы видели что в анизотропном кристалле неполяризованный свет расщепляется на два луча которые поляризованы во взаимно перпендикулярных плоскостях для объяснения этого явления следует обратиться к строению кристалла в кристаллических решетках расстояние между атомными плоскостями различны в зависимости от направления попадая в кристалл свет возбуждает колебания атомов возникает вторичное излучение подобно тому как появляется излучение при колебании зарядов диполя так и в кристалле амплитуды колебаний и скорости вторичных волн определяются анизотропией его оптических свойств такова природа возникновения лучей с разной поляризацией в анизотропном кристалле есть направление в котором лучи света не раздваиваются и движутся с одинаковой скоростью это направление называют оптической осью пусть оптическая ось перпендикулярна поверхности кристалла а луч света параллелен ей то есть они лежат в главной плоскости если плоскость поляризации перпендикулярна главной плоскости кристалла вторичные волны распространяются с одинаковой скоростью во всех направлениях луч обыкновенный если плоскость поляризации лежит в главной плоскости то скорость распространения вторичных волн зависит от направления луч необыкновенный но в направлении оптической оси оба луча движутся с одинаковой скоростью и не раздваиваются если оптическая ось перпендикулярна лучам падающего света то необыкновенные и обыкновенные лучи также не раздваиваются но движутся с разными скоростями при всех других произвольных положениях оптической оси обыкновенные и необыкновенные лучи раздваиваются таким образом раздвоение лучей не происходит в двух случаях когда свет падает на кристалл в направлении оптической оси или перпендикулярно ей скорость обыкновенного луча может быть меньше скорости необыкновенного или больше если она меньше кристалл называют отрицательным больше положительным лучевые поверхности одноосных кристаллов имеют вид эллипсоида и сферы точки касания этих поверхностей и определяют направление оптической оси в двуосных кристаллах направление оптических осей определяется точками пересечения лучевых поверхностей а скорости распространения света в кристалле в различных направлениях можно судить по его оптической индикатрисе это эллипсоидальная поверхность полуоси которой определяются главными значениями диэлектрической проницаемости с помощью оптической индикатрисы могут быть рассчитаны нормальные и волновые поверхности а также скорости обыкновенного и необыкновенного лучей широкое использование двойного лучепреломления стало возможным лишь после разработки технологии выращивания искусственных кристаллов у этих кристаллов полученных из расплава отсутствует привычная нам огранка если же кристалл выращен в растворе то по внешнему виду его трудно отличить от естественного для использования в технике искусственные кристаллы разрезают вдоль кристаллографических направлений и с помощью микроскопа уточняют расположение оптических осей интерференционные картины возникающие в сходящемся пучке света представляют собой коноскопические фигуры вид которых зависит от ориентации оптической оси кристалла это семейство гипербол если ось перпендикулярна лучу и семейство концентрических колец пересеченных черным крестом если ось и луч параллельны а это коноскопическая картина в белом свете кольца называются изохромами полосы которые образуют черный крест изогирами в ряде кристаллов обыкновенные и необыкновенные лучи поглощаются по-разному это явление называется дихроизмом в турмалине дихроизм выражен настолько сильно что обыкновенный луч практически полностью поглощается уже при толщине пластинки около одного миллиметра а необыкновенный поглощается лишь частично при параллельной ориентации оптических осей пластинок интенсивность необыкновенного луча практически не меняется поворот одной из пластинок снижает интенсивность света прошедшего через них это закон малюса с увеличением угла интенсивность света убывает пропорционально квадрату его косинуса и становится равной нулю когда угол между оптическими осями пластинок прямой явление дихроизма используется в полироидах на поверхность пленки наносятся мельчайшие кристаллы дихроичного вещества с одинаковой ориентацией их оптических осей применение полироидов очень разнообразно они используются в качестве поляризационных фильтров с их помощью устраняют блики то есть свет отраженные от поверхности диэлектрика и поэтому частично поляризованы кристаллы с соответствующей огранкой относительно кристаллографических осей используются для изготовления различных оптических призм чаще других применяется призма впервые предложенная в 1828 году николем призма николя изготавливается из двух кристаллов исландского шпата вырезанных под определенными углами и склеенных канадским бальзамом проходя через призму необыкновенный луч практически не преломляется а обыкновенный луч испытывает полное внутреннее отражение от границы раздела с бальзамом принцип поляризации света предложенный николем стал основным в поляризационных приборах к их числу относятся призмы фуко волостона рошона и другие одним из широко распространенных приборов является поляризационный микроскоп с его помощью наблюдает проявление анизотропии в поляризованном свете тонкий шлиф образца под микроскопом дает цветную интерференционную картину которая при вращении шлифа или призмы меняет цвета в поляризационном микроскопе особенно эффектно выглядит рост искусственно выращиваемых кристаллов оптическая анизотропия прозрачных аморфных тел может быть создана искусственно с помощью различных внешних воздействий на этом основан оптический метод исследования напряжений на прозрачных моделях например если нагрузить модель крюка из эпоксидной смолы то изохромы дадут представление о распределении напряжений в реальной детали с помощью изохром можно контролировать величину контактных напряжений которые появляются в линзе при закреплении ее в оправе а также выявлять остаточные напряжения в прозрачных деталях возникшие при их изготовлении оптическую анизотропию диэлектрика можно также создавать искусственно действуя на него электрическим полем поместим на пути лазерного луча заполненную нитробензолом кювету с электродами и полироид поворотом полироида погасим световой луч теперь подадим на электроды напряжение под действием электрического поля кювета и полироид пропускают свет мы наблюдаем явление открытое керром в отсутствие электрического поля молекулы нитробензола ориентированы хаотично и раствор в целом изотропен луч света проходит через него без изменения поляризации и полностью поглощается полироидом при включении электрического поля молекулы ориентируются преимущественно вдоль линии напряженности поля раствор становится анизотропным его оптическая ось перпендикулярно лучу линейно поляризованный луч проходя через кювету становится эллиптически поляризованным с помощью компенсатора этот луч можно вновь сделать линейно поляризованным но уже в другой плоскости такой луч проходит через полироид кювету с нитробензолом называют ячейкой керра она работает как оптический затвор управляемый электрическим полем последнее время в качестве оптических затворов стали использовать жидкости в которых анизотропия возникает под действием лазерного излучения так был сфотографирован ультракороткий импульс зеленого цвета падающий на сосуд с коллоидной суспензией время экспозиции всего две пикосекунды искусственная анизотропия наводится лазерным излучением и в твердых телах это новый перспективный вариант оптического затвора оптическая анизотропия в диэлектрике может возникнуть и при химической обработке такие пористые пластинки обладающие двойным лучепреломлением получены выщелачиванием из стекла одного из его компонентов их оптические характеристики можно варьировать заполняя поры различными красителями это позволяет использовать эти пластинки в качестве активных элементов в перестраиваемых лазерах а вот еще одно интересное применение эффекта двойного лучепреломления оно связано с астрономией разность показателей преломления обыкновенного и необыкновенного лучей дает возможность изготовить узкополосный интерференционно-поляризационный светофильтр это каскад из двулучепреломляющих кристаллов помещенных между скрещенными полироидами проходящий через каскад свет модулируется по интенсивности в каждом его блоке и постепенно гасится остаются сверхузкие полосы шириной в несколько нанометров фильтр последнего каскада выделяет из спектра одну узкую полосу и такие светофильтры используются в солнечных телескопах для наблюдения различных слоев хромосферы солнца и 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